На листе вывода я получаю, собственно говоря, актуальные эффекты. Копирую, вставляю их где-нибудь здесь в виде значений, убираю дубликаты. Разумеется, я получаю гораздо меньше эффектов, чем когда использовал GenLog, поскольку здесь только те эффекты, которые включают зависимую переменную. И их я переношу в синтакс. Причём синтакс даже начинается той же командой GenLog, но здесь есть зависимые переменные. Вот, собственно говоря, в дизайн я перенёс все эти эффекты. Я повысил число итераций. Я попросил вывести частоты, остатки и, собственно говоря, оценки эффектов. После примерно получаса работы я получил эту многомерную табличку с частотами, с остатками. Остатки я вывел стандартизованные, чтобы ориентироваться на значения 1,96. Вот вижу, что по некоторым ячейкам есть большие остатки. Но в основном больших остатков нет, поскольку Model Selection останавливается на том шаге, когда у нас начинается большое отклонение модели от данных. В принципе, эту табличку выводить не обязательно. Главное изначально определиться, опять же, с контрольной группой. Мы с ней определились, опять же, когда обсуждали многомерный лог-линейный анализ. Многомерный лог-линейный анализ применения к большим данным. Я перенес таблицу с эффектами в Excel, чтобы было удобнее работать. И сначала хочу обратить ваше внимание, что здесь есть целый набор эффектов, который не имеет оценок для переноса на генеральную совокупность. То есть здесь не считается стандартная ошибка, Z-статистика, соответственно, significance. Что объединяет все эти эффекты? Все эти эффекты не включают в себя зависимую переменную. То есть как раз машина экономит время и внимание пользователя. Она не считает. То есть параметры, да, понятное дело, они есть. Поскольку все эти эффекты, они тоже влияют на формирование таблиц сопряженности и частот в этой таблице сопряженности. Но эти эффекты для нас не имеют значения, потому что они не имеют никакого отношения к Y, к переменной, посвященной посещению людьми легальных демонстраций. И в этом смысле, в этом смысле, в логе 3G,